Москва, 17 Сен, Эрспорт, Роман Соловьев. Совет директоров КХЛ может принять решение о выводе заработной платы российского защитника Вячеслава Войнова из-под потолка зарплат в случае возвращения в Россию, сообщили Эрспорт в пресс-службе Лиги. Защитник клуба НХЛ Лос-Анджелес Кингс Войнов в начале июля был приговорен к 90-дневному тюремному сроку по обвинению в домашнем насилии в отношении своей супруги Марты Варламовой. Хоккеист вышел из тюрьмы 2 сентября и был взят под стражу Бюро по контролю за соблюдением иммиграционного и таможенного законодательства США, ICA. Также сообщалось, что иммиграционные власти США будут добиваться его депортации. В среду через адвоката игрок объявил о намерении вернуться в Россию вместе со своей семьей. Согласно правовому регламенту КХЛ, список хоккеистов, чьи доходы полностью или частично не учитываются в потолке заработных плат, утверждает Совет директоров КХЛ. Таким образом, вопрос о включении или не включении суммы заработной платы Вячеслава Войнова в потолок зарплат клуба КХЛ в случае возвращения хоккеиста может быть рассмотрен и решен только на Совете директоров КХЛ, говорится в сообщении Лиги. Право на Войнова в КХЛ принадлежат Челябинскому трактору. Об интересе к хоккеисту объявили московский ЦСКА и санкт-петербургский СКА. У Войнова с Лос-Анджелес Кингс был заключен шестилетний контракт на 25 миллионов долларов. Ранее в североамериканской прессе появилось заявление вице-президента Кингс по хоккейным операциям и правовым вопросам Джеффа Соломона, который сказал, что клуб КХЛ не должен будет выплачивать Войнову оставшиеся по контракту 19 миллионов долларов, так как он не в команде и не попадает под потолок зарплат. Продолжение следует...